Девочки, всем большой привет! Сегодня будет видео про мои помады. Это очень популярный вопрос среди моих зрительниц, каким же оттенком помады, какой же маркой я накрашена сегодня. И сейчас я вам покажу свои любимчики в помадах. Давайте начнем с того, что у меня сейчас на губах. Это помада от MAC, Please Me. Вот такая розовая, нюдовая, матовая, очень крутая. Ее я наношу вместе вот с таким карандашом. В общем, они идеально сочетаются, и мне консультант подобрала их в магазине. Это матовая помада, которая не сушит губы и очень деликатно освежает лицо. Подходит любому возрасту, любому цветотипу. То есть это самый универсальный оттенок, который когда-либо у меня был. Всем советую присмотреться вот именно к этой помаде. И чаще всего вы спрашиваете, что на мне, когда на мне вот эта помада. Я буду показывать вам каждый оттенок, как смотрится именно на мне, на губах. А буду сразу мицелляркой смывать все с губ. Я уже немножко лохматая снимала для вас видео по скульптурированию и бровям. Давайте дальше. Следующие помады, давайте, наверное, закончим с помадами от MAC. Это вот такая нюдовая помада. Они из одной серии. Предыдущая была розовая. А это такая бежевая, кремовая. Очень красивая тоже помада, но подойдет, конечно, не всем. Подойдет, я бы сказала, девушкам с загорелой кожей и кожей такого желтого подтона, нежели розового подтона. Давайте покажу, как она смотрится на губах. Перед тем, как ее нанести, я наношу карандаш. Видео о карандашах я сделала отдельно. Это тоже популярная тема на моем канале. Просто контур обведу, чтобы губы не затерялись на бежевой помаде. И теперь наношу помаду пальчиком. Кстати, розовую плезми тоже наношу так же, чтобы не забивалась в складочки. Чтобы носить вот эту помаду бежевую, нужно, чтобы губы были в идеальном состоянии. То есть, чтобы они были увлажненные, не сухие. Тогда будет она очень круто смотреться. У меня сейчас суховат для такой помады. В общем, это вот такой оттенок помады, который круто смотрится со смоки. Либо с такой объемной прической, как у меня сейчас, с ровным цветом лица. То есть, она такая, скажем так, не универсальная, не для всех. Мне она нравится, но будьте с ней осторожны. Подойдет далеко не каждому. Так, следующая помада от марки Art Deco. Она немножечко похожа на помаду от MAC. Видите, они похожи. Они в такой единственной гамме, но помада от Art Deco, она немножечко темнее и имеет более такой кофейный коричневый оттеночек. Давайте покажу, как он смотрится на губках. Ее можно тоже наносить как с карандашом, так и без. И я использую все тот же карандаш от Vivienne Sabo в оттеночке 102. Эта помада абсолютно не сушит губы и прекрасно наносится как на сухие губы, так и на увлажненные. Видите, такой коричневый оттенок, он к сегодняшнему моему макияжу не очень подходит, так как у меня румяна розовая сегодня. Чтобы он гармонично сочетался с макияжем, нужно нанести какие-то такие бронзовые румяна и коричневые такие бронзовые, возможно, с шиммером тени для век. Тогда будет очень хорошо. Ну а в целом эта помада мне нравится. Она стойкая, не сушит губы, в общем-то, что еще нужно. После того, как я смываю предыдущую помаду, цвет моих губ становится более и более насыщенным. Поэтому я буду периодически наносить тональник для того, чтобы не перебивать цвет помады. Мой любимый тональник от Max Factor и Beauty Blender. Потому что без этого мне не получится вам передать настоящий оттенок помады. Давайте я вам покажу помаду более бюджетную. Это такая помада от Kiko, про которую вы у меня тоже очень часто спрашиваете. Эта помада имеет крутой цвет, оттенок у нее очень интересный. Подойдет, я думаю, что не всем, но многим. И единственное у нее самый большой минус в том, что она очень сушит губы, очень. Поэтому наношу ее крайне редко, только для видео и сразу смываю. И перед тем, как нанести, я наношу бальзам. И после того, как я ее смыла, наношу тоже бальзам. Поэтому будьте осторожны, наношу пальчиком. У нее такой бледно-розовый, неоновый оттенок, но очень красивый, просто супер. Я ее терплю только из-за оттенка. В общем-то, вот такой получается цвет. И я еще люблю контур обвести карандашом. И получаются такие пухлые, крутые губы. И контур уже растошевываю. Ну вот, что у нас получилось. А дальше я вам покажу мои самые любимые помады. А это вот такие две помады от Stellar. Давайте начнем с темной. Это тон 04. Называется Безупречный шарм. У нее есть такой аппликатор, очень удобный, мягкий. Очень вкусный аромат. Наносим тонким слоем на все губы. Она абсолютно не сушит губы. Идеально лежит на губах цвет, текстура. Просто идеальная помада. И самое главное, очень бюджетная. Наверное, самая бюджетная из всех, которые я вам здесь покажу. Видите, цвет очень натуральный. Почти как оттенок губ, только чуть-чуть темнее и насыщеннее. Ее можно наслаивать, кстати. Очень стойкая. Посмотрите, что у нас получилось. Очень красивый цвет, естественный. Именно этот оттенок, он так же, как и мак, подойдет абсолютно любой девушке. Он очень деликатно стирается. Когда вы выпьете бокал воды, он, так знаете, осторожно градиентом смывается. Не так, что частями, клочками, еще как-то нет. Он очень деликатный. Он комфортно ощущается на губах. Хорошо носится, прекрасно смотрится. И всегда, каждый раз, когда я ей пользуюсь, у меня спрашивают Яну, что это за помада. Я думаю, тут вывод можно делать сразу, что помада просто супер. И следующий мой фаворит в помадах. Это тоже от марки Stellarie матовая. Жидкая губная помада в оттенке 01 ослепительный луч. Она коралловая. Я давно искала такой оттенок. И эти помады я купила еще летом. Вся эта линейка имеет один аромат, который очень приятный. Пахнет чем-то очень сладким, какими-то клубничными карамельками, чем-то таким. В общем, наношу также тонким слоем и при необходимости наслаиваю. Она изумительно носится без карандаша. Никуда не плывет. Отлично держится. И в инстаграме, по моему совету, купила ее не одна уже девочка. И все пишут мне спасибо за то, что я им посоветовала эту помаду. Потому что она и бюджетная, и сочетает в себе все свойства идеальной помады. Делаем контур. И вот такой вариант у нас получился. Как вам? Мне очень нравится. С огнолетом, весной. Ну, просто идеальный вариант. Я вообще влюбилась в марку Stellarie. Там еще очень крутые пигментированные блески. Покажу уже в следующем видео про мои любимые блески. В общем-то, да. Смываем. Так жалко смывать такую красоту. Не представляете. Ну что, я подготовила вам еще три моих любимчика, чтобы показать. Это вот такие помады две от Lime Crime. Давайте начнем вот с этого более светлого оттенка. То есть она более персиковая, но такая же бежевая и нюдовая. Посмотрите, она более универсальная и мега крутая вообще. Очень ее люблю. Она очень легко наносится, быстро впитывается. В один слой дает просто потрясающий результат. Она немножечко сушит губы. Скажу сразу. Но плюсов у нее, правда, гораздо больше. Она пахнет сладкими рисками. Имеет очень качественный пигмент. Держится несколько часов. Никуда не плывет. И прекрасно носится без карандаша. И с моим сегодняшним макияжем она просто идеально гармонирует. Не хочу смывать. Напоследок я приберегла более насыщенные и яркие оттенки. Это второй оттенок от Lime Crime. Riot называется. И нуба красная. Но нуба я приберегу напоследок. И сейчас я вам покажу, как выглядит Lime Crime Riot. Это такой, знаете, пастельный бордовый оттенок. Немножечко уходит в кирпичный, но все же он больше розовый. Смотрите, такой цвета завявшей розы. Аромат у них просто улет. Ну что, как вам оттеночек? Видите? И тот, и этот, и Blitchett, и Riot. Они обладают природными, такими естественными натуральными оттенками. Поэтому они подходят всем. И что мне нравится, они носятся без карандаша. Единственное у них минус, что к середине, к концу дня вы уже можете ощущать такое присутствие помады. Немножечко стянутости на губах. Кстати, мицеллярка от Diodumine прекрасно справляется со всеми водостойкими помадами, которые я вам сейчас показываю. Итак, королева моего хит-парада. Это, конечно же, Nuba Melibacy в оттенке 7. Это насыщенная красная помада, которая есть у каждой любительницы макияжа. Она безумно стойкая. Имеет, конечно же, очень приятный аромат. Она двухфазная, поэтому обязательно ее перемешивайте перед нанесением. Она стойкая, но есть у нее один минус. Очень большой. Если вы нанесли ее, допустим, на какое-то мероприятие, где вы будете кушать, имейте в виду, что сходит она очень неоднородно, очень некрасиво, кусками. И поэтому вы можете просто попасть в неловкую ситуацию, когда у вас непонятно, что на губах. И подправить ее очень сложно, потому что, когда вы наносите следующий слой на вот эти вот клочки, то становится просто еще хуже. И видно, что у вас толстый слой помады. Я не знаю, как ее подправлять. Лучше вообще ничего не кушать и не пить, когда вы с ней. Наношу ее также тонким слоем, либо кистью, либо прям вот этим спонжем. Несется она легко, быстро. Можно без карандаша использовать, но просто советую начинающим использовать карандашом, чтобы дальше контура не уйти. В общем, все вот такой получился результат у нас от Nub'ы. Милибаси в оттенке 7. Это самая популярная красная помада, мне кажется. И из тех, что у меня были, это самая лучшая помада. Как по оттенку, так и по нанесению. В общем, из всех красных помад, которые у меня были, Nub'a, Милибаси в оттенке 7, конечно же, выигрывает. Она очень стойкая, очень стойкая. Если вы не будете ни пить, ни кушать, то придержится у вас 100% целый день. Она немножечко подсушивает губы, но не так ощутимо, как, допустим, помаду от Lime Crime. Они подсушивают больше. Либо вот эта дешевая помада от Kiko, она просто убивает ваши губы, но у нее офигенный оттенок. Но во всех отношениях идеальной помады я могу назвать только вот эти помады от Stellar. Вот они, правда, идеальные. Даже красные руки. А вот эти помады, они более профессиональные, и поэтому уже более стойкие и больше подсушивают губы. Ну что, это были все мои любимые помады, которые я вам хотела показать сегодня. Скоро будет видео о моих любимых карандашах. Поверьте, их очень много. Их очень много, и я часто крашу губы только карандашом. Вам будет интересно посмотреть, какой получается оттенок, потому что в моем инстаграме вы часто-часто-часто спрашиваете, что на мне за карандаш. И я вам обо всем этом расскажу. И также я планирую снять видео о моих любимых блесках. То есть всю сферу продуктов для губ я освещу в моих видео в следующих. Ну что, ребят, если вам понравилось видео, поддержите меня лайками, подписывайтесь на мой канал. А, еще хочу попросить, оставьте, пожалуйста, комментарий, какая по счету помада вам понравилась больше всего. Будет интересно услышать ваше мнение, какая помада на мне смотрится лучше, выигрышнее. Подписывайтесь также в мой инстаграм, там часто я выставляю фотографии с моими новыми помадами также, и со всем, что происходит в моей жизни. И иногда веду трансляцию в перископе. Подписывайтесь, буду вам везде рада, приятно будет пообщаться. С вами была я, Анна Руссая, увидимся в моих новых видео. Пока-пока. Излишки вот такой кистью устушуем. И еще, не забывайте такую особенность, что самая светлая часть у вашего всего тела крови должна быть у основания, и у кончика она должна быть максимально темной. Поэтому я немножечко доложу пигмент именно на...